Итак, у нас с вами сегодня первый взгляд на... Я даже не знаю, как назвать. Это просто шикарнейший детектив в нуарном стиле Chicken Palace. На самом деле, огромное спасибо Handy Games за то, что они спонсируют этот выпуск. Ссылочка на игру будет в описании под видео. Можно купить Steam. Она также есть на Xbox. И они, кстати, предоставили три ключа от этой игры. У нас с вами будет стандартный такой розыгрыш. Если вы хотите поучаствовать в этом розыгрыше, то в комментариях пишите «хочу игру» или, ну, что-то типа того. И, соответственно, оставьте свой ID от ВКонтакта. У вас должна быть открыта переписка. Если у вас нету доступа ВКонтакту, то достаточно, например, вашей почты. Соответственно, на стриме в пятницу или в субботу мы, скорее всего, разыграем эту игру. И, естественно, победители получат свой приз. Переписка ВКонтакте должна быть открыта на момент стрима. Иначе я вам не смогу отправить просто ключ. И тогда выбираю следующего победителя. И чем игра зацепила? Это, естественно, своим стилем. Во-первых, то, что здесь все отрисовано вручную. Все фотографии, на которых изображены настоящие животные и реально человеческие тела, были сделаны самими разработчиками. Вся диалоги озвучена известными актерами и актрисами, но, естественно, на английском языке. И не менее важный это, естественно, замечательный джазовый со-трек, который звучит постоянно. У нас будет два персонажа. Это Кишерлок Холмс и Доктор Ватсон. Они будут разгадывать и распутывать все те загадки, которые здесь есть. Все персонажи сделаны как полу-люди, полу-животные. И у них соответствующие характеристики, соответствующие черты их характеров. И нам нужно будет соответствующим образом с ними разговаривать, учитывая эти нюансы. Игра наполнена огромным количеством юмора, всяких приколов. И это ей добавляет шармы вот этого волшебства, которое просто заставляет тебя играть. Тебе хочется узнавать ее все больше и больше. А самое главное, это сюжетные твисты, которые здесь заложены. И сегодня один из таких твистов как раз будет в выпуске. Игра вышла практически на всех платформах, то есть это ПК, Xbox, PS4, Nintendo Switch. А прямо сейчас начинаем новую игру. Это первый взгляд. И сегодня попытаемся пройти первую главу, потому что там должна быть какая-то очень интересная завязочка. В конце я поиграл минут 20, немножко посмотрел и просто влюбился в нее. Погнали. Мертвецы тяжелее разбитых сердец. Реймонд Чанклер. Глубокий сон. Выбежал мне на улицу взять пачку сигарет, но бумажник оставил дома. Ага, это я, красавец. Старее я. Я Сонни. Сонни Фетерленд. В детективах лет 20 уже. И был когда-то звездой подразделения по делам хищников, полиции и Клоувилля. Я половина легендарных пернатых копов. Но теперь даже пачку куреву купить мне не по силам. Может просто утереться и все. Пожалуй, придется. Самый красочный уголок в дикой природе. Да, ладно, ради всего святого. Что за хрень? Последние квахастые краски этого города слезли много лет назад. И с меня тоже сползают потихоньку. Просто дайте этой игре немножко времени, и она вас точно зацепит. Во всяком случае, в конце первой головы там такой классный поворот. В общем, мы до него дойдем. Нет, а чего еще ждать? Вся наша жизнь — огромный эксперимент. И мы даже не заметили, как все давным-давно крикнулось. Мы все верим в эту сказку про мирное существование. Волки и овцы. Львы и ягнята. Как же. Но еще. А чего же нет? Просто смешно. Волки сожрут овец, потому что по натуре такие. Я больше в сказки не верю. Ровно 121 дней, и все. Я приплыл. Пенсия. Игра просто безумно крута своей стилистикой, тем как это сделано. Но что может пойти не так? Город Клоуэль, район Роарк, бывший отель Атлас. Что за черт? Ну дерьмовый же замок у меня в офисе. Если даже баба может его скрыть. Она стояла в потемках. Под лучами света на ней, казалось, играли полоски. Будто угадывались маленькие тайны, которых вообще-то не было. Но она же не зебра. Только выключатель повернуть, и все станет ясно. Элизабет? Шарлотта? У нее точно должно быть какое-то сложное имя. В ее глазах стоял призрак прошлого. Старше этого древнего дома. А может и всего города. Или... Я просто перебрал. Но это ведь первая женская ослепь в моем доме за очень долгое время. Не выгоняйся. Но погнали. Так вот. Здесь сюжет будет подан в основном через диалоги, записки и самое главное допросы. То есть нам нужно будет очень правильно выстраивать допрос всяких разных подозреваемых, свидетелей. В первую очередь мы, наверное, попытаемся пройти сегодня первую главу. Она довольно-таки длинная, на два часа. Я постараюсь это сделать покороче. То есть абсолютно все рассматривать не будем. И, кстати, игра-то на самом деле недорогая. Я вам очень рекомендую поиграть, потому что вот меня лично зацепило. Сначала мы с вами, наверное, заглянем вот сюда. А, это... Это одно из самых прекрасных воспоминаний из моей старой жизни. До того, как Молли ушла и нашу дочку забрала с собой. Смотрите, там девушка с головой попугая. Это, видимо, его возлюбленная. Ладно, хорошо. Так, что у нас с вами дальше? У нас с вами есть вот здесь всякие разные заметки. Здесь будут люди, персонажи, там, не знаю, места. И, собственно говоря, немножечко о нас и немножечко об этом городе. Но прямо сейчас давайте с ней познакомимся. Посмотрите меня представиться. Меня зовут Дебора. Дебора Ибанас. Вы не к тому обратились, мадам. Неужели? Простите меня, мистер Фезерленд. Ну, она произносит Фезерленд, и Фезер как перо, понимаете, да? Так что мне не очень нравится перевод этого слова. Можно было написать Фезерленд, почему бы нет? Я не частная щейка. Советую сходить к Филиппу. Ну, то есть, мистеру Филмару Лоу. Он тот, кто вам нужен. Поверьте, мистер Фезерленд, я не случайно именно к вам пришла. Слушай, мисс, я в полиции работаю, и сейчас в отпуске. Подряды я не беру. Даже если бы сильно хотел. Даже от такой шикарной дамочки. Неужели у меня на лице все написано? Такая у меня работа. Но раз уж вы все равно пришли, не хотите выпить? Я не... Я обычно не пью. Ну, мне нужно выпить. И с моей стороны будет не очень учтиво одному закладывать. Поэтому, может, немного Шерри? Только ради вас. Но тогда Бурбона, пожалуйста. Хмела диким духом. У меня другого я не... Какое совпадение. Ну, давайте, выкладывайте. С самого начала. Как я и сказал, очень такая неплохая система допроса, где нужно обращать внимание на много деталей. Так что, сначала эти детали нужно будет раскрыть. И, естественно, это наш первый допрос сейчас будет... Да, нет, секундочку. Сначала мы заглянем с вами сюда и заберем отсюда наш пистолет. Мне так она опасна, чтобы за пушку хвататься. Хотя, кто ее знает. Я поиграл, говорю, минут 20, так что только начало знаю. Последняя сигарета. Да, милая, тебе везет, что прикурить нечем. Мой бумажник и мой значок. Бумажник-то настоящий, а вот значок нет. Шеф-кроводер забрал мой, вот я и вытащил этот из пачки хлопьев на завтрак. Мало ли, вдруг пригодится. Давайте. Возвращаемся к ней. А, еще можно даже поговорить немножко. Вот так-то лучше. Если я правильно понял, ваши хозяйки поступают угрозы. Какие именно? Это все очень странно. Сначала письма, потом они были на этикетке бутылки с вином, которые прислали в подарок. Потом их вырезали на кирпиче и бросили в окно. И, наконец, их написали на стене дома огромными красными буквами. Так, давайте копнем поглубже. Я задам вам несколько стандартных вопросов, если не возражаете. Пожалуйста, я за этим и пришла. Ну, давайте немножечко допросим ее. Соответственно, это вот подсказка. То есть, о том, что здесь происходит, о том, кто перед нами. Он ведет себя подозрительно. Я веду себя подозрительно. Почему ты ведешь себя подозрительно? То есть, нужно смотреть, что происходит с персонажем и задавать соответствующие вопросы. Таким образом, мы будем заполнять детективный метр и, естественно, продвигаться по расследованию. Надо полегче и поумному. Дамочка вроде робкая, и это можно использовать. Но надо думать, что и говорить. Это можно и отпугнуть. Начнем бережно. А потом в нужный момент под наш днем. Как же он прикольно выглядит. Так, вы кто, собственно, мадам? Я? Да я, в общем, никто, мистер Фезернанд. Но очень даже кто, если вам такое дело доверяют, да? Я выполняю поручения моего нанимателя. Не более. Обычно это простая работа с бумагами. Милочка, тебя столкнули в воду. Теперь плавать ты хоть умеешь? Поверьте, мне от этого удовольствия не больше, чем вам. Меньше даже. Ну окей. Давайте спросим, что с ней. Что это с вами? Нормально себя чувствуете? Уверена? Да, простите. Мне просто не по себе. Никогда раньше такого не делала. Ладно. Да что там. Пламываться в дом к незнакомым – обычное дело. У некоторых даже хобби такое. Не смейтесь надо мной, пожалуйста, мистер Фезернанд. Мне и так нелегко. Ваша правда. Извините. Минус 10. Ха. Это был неправильный ответ. Лучше было бы углубиться... Спросить ее про то, где она живет. Ну ладно, не страшно. Хм. Вы одна пришли, своим ходом? Я ехала на метро, потом на трамвае, потом пешком. Не просто найти это место. И еще, должно сказать, не хотела, чтобы меня видели. Да, понятно. Примерно представляю. Мне было очень не по себе. Ладно, хорошо. А почему пришли вы? Почему не сама нанимательница собственной персоной? Я работаю у мисс Наташи Кошенко. В последнее время она редко выходит из дому. Только по крайней нужде. Что так? Наташа Кошенко. Коценко, Кошенко. Там мне, видите, как роскошечка. Мисс Наташа боится. Боится из-за этих непрошенных писем. Ведь ее так легко узнать. Значит, она одна из этих самых женщин. Не понимаю, о чем вы. Все вы понимаете, Дебора. Но спасибо. Кое-что прояснится. Ну вот. Слишком долго ходим вокруг да около. Дебора точно что-то скрывает. Разберемся с этим. Давайте, наверное, первый вариант. На что именно вы рассчитывали, отправляясь ко мне? Я рассчитывала, что вы поможете. Как и сказала моя хозяйка. Это очень мило. Но вы хоть вокруг осмотрелись? Видели эту развалину? Отель так называемый. Кого вы надеялись в таком месте найти? Кого-нибудь надежного? Ну, я надежный. И чтобы тайну умел хранить. Это про меня. И дотошного. Тут вне сомнений. И с золотым сердцем. Ну все, хватит. Ладно, это был не самый лучший вариант. Хорошо. У вас какие-то неприятности? Ничего такого. Просто кое о чем лучше умолчать. Тогда вы напрасно тратите мое время. Я верю вашему чутью. Вы справитесь. И выбора у меня нет, да? Честно говоря, нет, мистер Фессерденд. Никакого. Ладно. А вам не кажется все это подозрительным? А слушайте, Сантино. Я все объясню. Не сомневаюсь. Вы как раз из тех, кто всегда все объясняет, Нилочка. Без опеки. А что это за комплимент? Или притворюсь, что не слышала? Видите, мы начинаем друг друга понимать. Ладно, еще пятнашка. Если вы не хотите толком черных... Подожди. Слушайте, Дебора. А с чего я вообще должен вам верить? Моя хозяйка верит вам. И это все? Если вы и правда такой, как она думает, то этого хватит. Мы приехали. И что я должен на это ответить? Послушайте, я не хотел вас в угол загонять. Милочка, вы умеете слова подбирать. Не думали стать копом? Нет, ни за что на свете. Сильно сказано. Ладно, еще десятка. Ну что, расскажите честно. Чем вы так боитесь? Видите ли, мистер Фезонетт, моя хозяйка живет кое с кем. Его зовут Хобарт Уэстлер. Большинство он известен как... Ибн Уэстлер. По прозвищу Главарь. Точно. Крыса. Боги пуха и пера, помогите. Теперь понимаете, к чему вся эта секретность? Мягко говоря, даже слишком. Маленькая деталька Уэстлер все ставит на свои места. Ну что ж. Точность фокуса 90% задана правильных... А, задана вопросов 9. Ну, в принципе, неплохо. Можно было бы на соточку, но вначале там немножечко косикнул, да? А почему бы вам не пойти в полицию? Просто пойдите туда и напишите заявление, фото вспышки, отпечатки. Ну вы в курсе. Доказательств предостаточно. Даже средние руки детектив запросто дело раскроют. Или просто по телефону позвоните. 555-111. Снимите, пожалуйста, на это. Ну ладно. Давайте сюда. Так, что там нам дали? Это, если не ошибаюсь, здесь. У нас с вами вон все предметы здесь. Можно нажать и перевод будет, да? Я очень хорошо знаю Молли. Прошу. Помните это, когда будете решать, братцы не за мое дело. Мисс Ибанас, моя верная подруга. Будьте с ней учтивым. Классный акцент у нее. Как обухом по голове. Мир накренился. Молли. Бог мой, откуда здесь ее имя? Я взглянул на противоположную стену с сильно потертыми фоторамками. Теперь там как будто зияла дра, которую уже не заделать. В легком шелковом платьице. Она белоклубельная. Волны ласкали ее прекрасные длинные ноги. Откуда Молли? Почему сейчас? Почему, Молли? Почему сейчас? Мистер Фетерленд? Сантино! Все в порядке? Что, черт возьми, все это значит? Я ничего не знаю, мистер Сантино. Моя хозяйка просила передать вам это. Она сказала, вы поймете. Она ошиблась? О, да. Я понимаю, мисс Абанас. Понимаю, что ничего не понимаю. Ладно, я возьму за это дело. Но это все начинает смахивать на шантаж. Шантаж? Не прикидывайтесь дурочкой. Но... Ладно. Когда мне прийти? Прийти? Ко мне? Да не к вам. К мисс Кашенко. А, да. Ее можно найти в царь-клубе. Вы разве не говорили, что она не любит тусовок? Что она замкнутая и нелюдимая? Или она любит только клубы, где громко и яблоко нигде упасть? Нет, она совсем не такая. Но... Это ее собственный клуб. Судя по флайеру, популярное местечко. Особенно в канун Нового года. Верно? Уверена, что вы без проблем найдете мисс Кашенко. Но есть одна маленькая проблема, мистер Фестерленд. Давайте угадаю. Лучше мистеру Уэстлеру не знать об этом. Точно. А откуда вы знаете? 20 лет службы за плечами, мадам. И еще одно. Зовите меня Сони. Рада была познакомиться, мистер... То есть, Сони. Об остальном я лично поговорю с мисс Кашенко. Один мой хороший друг будет рад проводить тебя до дома. Если хочешь. Это было бы кстати, Сони. Так, кстати, у нас с вами новая личная информация. У нас там, если не ошибаюсь... Да, это не здесь, естественно. Если не ошибаюсь, мы с вами, да, здесь все абсолютно записываем. Это... Наш друг. Его зовут Льюис. Льюис у нас кролик. И он немножечко заикается, когда говорит. Давайте ему позвоним. Телефон здесь подсказан. 555-932. Как я давно не видел таких вот телефонов. А ведь у меня был такой. Эй, Льюис. Эй, Льюис. Не сильно тебя отлег? Нет, конечно же. Сони, тружище, что стряслась? Заглянешь ненадолго? Хотел тебя об одном одолжении попросить. Если тебе нетрудно. Для тебя? Что угодно. Минутку. Льюис появился спустя несколько минут. Он живет в верхних комнатах, так что добраться было нетрудно, особенно если это кролик. Всего за один проворный скачок. Он унаследовал отель Атлас, когда это место все знали. Теперь все переменилось. Последний экономический кризис уничтожил его. И теперь, кроме меня, он единственный постоялец огромного заведения. Ну что, Льюис? Спасибо, что так быстро, Льюис. Можешь отвезти миссу Баннис домой. Мне нужно кое-что сделать. Конечно, Сонни. Знаешь, для тебя все что угодно. Спасибо за такую заботу, Сонни. Я очень ценю. Да, перестань. Ну тогда, до свидания. Пока, Дебора. По пути в клуб надо будет крючок сделать. Небольшой объезд. Чуясь мое сердце в одиночку, это дело мне не потянуть. А в городе только одна птица, кому я могу доверять. Напарник мой бывший, Марти. И он наверняка в участке. Надеюсь, он хоть поговорит со мной. Что у нас с вами здесь еще есть? Ящик? Забыл же, где ключ. Что бы там ни было, так там вовеки останется. То есть здесь все, на самом деле, можно осмотреть. Но мы с вами отправляемся дальше. Как я и сказал, не будем затягивать, потому что первая глава... Здесь вообще довольно-таки длинная игра. И первая глава займет примерно два часа. Я хотел бы отправиться сразу вперед. В артистский участок. Вот эти заставки-то просто удивлены. До Нового года всего ничего. И вот он я, отдатый, заведен. Рискую делом всей жизни, но вроде все по-старому. Одно и то же каждый день. И 121 день до пенсии кажется вечностью. Вот смотрю я каждый день из окна номера в отеле, который типа мой дом, и всегда вижу одно и то же. Женщина в красной ночнушке медленно танцует по кругу, под ритмичную музыку. Девятичасовое шоу. Под стаканчик дешевый бурбон с красным платьицем и музыкой, которой нет. Тем временем, медленно пожирает себе славный город Клоуэль. И мы все тут торчим, кому терять нечего, кроме рассудка. А других, кто поумнее, же и след простыл. Молли. Молли. Но чего ее имя так искали меня выбивает? Столько лет врозь, а я подскакиваю, как ужаленный всякий раз, как его слышу. Вот еще Марти, напарник мой бывший, ненавидит меня. Но мне все равно нужно с ним поговорить этим же чертовым вечером. А чего это вдруг передо мной призраки прошлого замаячили? Глава первая. Объезд. Где найти Марти, я знаю. В участке мы всегда спички тянули, кому дежурить в праздники. Марти в сторонке стоял и просто брал смену в канун Нового года. Хотя его дома ждали. Я его понимал. Десять лет назад выдалась тяжелая ночь, которую в газетах окрестили в Робовый Новый год. Пускай Кловель давно все позабыл, но мы-то и не забыли. Нам обоим тогда крепко досталось. Хм. Филлис. Это кто? Ух ты, глянь сюда. Эй, Сонни. Че это ты здесь оживаешься? Слышал, большой босс тебя вышвырнул. Не пройдет номер парни. Я все-таки коп, хоть и не на дежурстве. Такой же, как и вы. Хотя, покруче вас. Эээ, не надо отливаться в старина. Кстати, тебе везет. Кровадера нет сегодня. Малой за старшего. О, нет. Этот бык неуклюжий сегодня тут. Если его не сапают опять, считай, в рубашке родился. Ха-ха. Точно. Ты Марти ищешь, да? Смотрю, Филлис, ты все еще самый главный мозг здесь. Да. Я ищу Марти. Пёрышко к пёрышку тянется. А ты здесь главный весельчак, как я погляжу, да? Эта мегащетка и для пыли на стрельбище пропадает. Как обычно. Хе-хе-хе. Послушай, Ройс. Тебе скажу, может, хоть ты поймешь. Еще одна расистская выходка от этой мрази топоголовой, и я его удушу его же собственным плащом. Хе-хе-хе-хе, я бы на это посмотрел. Эй, ты на чей стороне, кретин? Хе-хе, ладно, хорошо. Он сказал, что он на стрельбище, да? Ладно, пошли за этим. Ну вот, мы снова здесь. Полицейский участок Лоуэля. У меня с историей туго, но здесь вроде бы в разные годы церковь была, больница и даже тайное сборище каких-то выживших из ума сектантов. Что бы там ни было, здесь хранятся вековые тайны и еще несколько ужравшихся до поросячьего визга копов в подвале. Так, рабочая зона. Стрельбище. Без записи не пустит. Моника меня четвертует, если я просто так вломлюсь. Ладно, пойдем поговорим с ней. Привет, Моника. Хе, прикольная. Супер. Привет, Орел. Что я здесь забыл? Праздновать разве не пора? Как отсюда ушел мне каждый день праздник? Оно и видно. Но что ты здесь делаешь? Дело хотел посмотреть. Мне сейчас немного некогда. Да, мне бы кое-что посмотреть, но прежде всего, мне нужно поговорить с мистером клевым красавчиком Мак-Типом. Эти два колючих засранца сказали, что он тут почем зря патроны переводит. Как и всегда. Если он продолжит в этом же духе, он все боеприпасы стратит. Было бы здорово, если бы ты его оттуда вытащил. Ты знаешь, каково ему сейчас. Ему? Знаешь, я не то хотел сказать. Да, знаю. Ладно. Просто вот здесь подпиши, и можешь пройти. Спасибо, милая. Не за что, Орел. Окей. Забавно. Морд. С ними, со всеми вы сами поговорите, если будете играть. Вот это непросто будет. Последний раз, когда мы друг друга наблюдали, в его руке дымился дробовик, а я кровью истекал. Как через это пройти, не представляю, но надо же попытаться. Ну, Марти, привет. Эй, Марти. Эй, Марти. А, смотрите, как кто пожаловал. Здорово, Орел. Потерялся, что ли? Это участок полицейский. Так, на минуточку. Прекратим, Марти, мы же выше этого. Ну, вот это уж точно. Выше всех на голову, да? Марти, перестань, давай забудем об этом. Что было, то было. Легко тебе говорить, Соня. Черт побери, Марти. Ты же меня подстрелил, забыл? Я чуть кровью не истек. Да, как же забудешь такое. Жаль, вот плохо прицелился. У меня помощь твоя нужна, понимаешь? Ты это ведь услышать хотел, а? Ну, для начала. Ну вот, я это сказал. Больше повторять не буду. Ага, ясно. Ну, ты со мной? Только один вечер. Дело маленькое. Разберемся в два счета. Что еще за дело? Личное. Насколько личное? Дальше некуда. Такое, что если ты пойдешь со мной прямо сейчас, дежурство окончено. О, черт возьми, Соня, прекрати сейчас же. Я с тобой. Доволен? Что? Вот так просто? Ты хоть представляешь, какая тут скука смертная без твоих глупых, безрассудных выходов? Я тут скоро с тоски все патроны расстреляю. Ну, давай, рассказывай. О чем дело? В машине расскажем. А, Берту можно с собой пригласить? Какого? Марти, это просто обыкновенное дело. Не таскай с собой дробовик, ладно? Берта дома побудет. Окей, окей. Но хоть Сьюзи-то можно погулять, а? А, ладно. Сьюзи пускай погуляет. Класс, вот это я и хотел услышать. Интересно, что такое Сьюзи, если Берта это дробовик. Ну-ка посмотрим, подожди. Люди, тут скорее всего есть какая-то подсказочка по этому поводу. Вот он, Марти. Итак, персональная информация. Особые приметы. Необычно высок и тяжелый для домашней птицы. Сияющее белое оперение. Однажды он меня подстрелил и поделал мне. Хм, здесь ничего особенного. Ладно, хорошо. Ну что, идем в машину. Ты как, кофе пьешь? Ага, единственная отрава в жизни, кроме пушек, конечно, и женщин. Можем наше излюбленное местечко навестить, а? Что скажешь? О, чашечки кофейку от зипов с коктоги. Это по мне. Может и кулаки почесать удастся, а? Если до этого дойдет, я тебя там брошу и глазом не моргну. Ну, как в прошлый раз. Это раньше было март. Соня уже не тот. Но тогда погнали в город. Волночь прошла, и наступило отравленное безумие. Мы с трудом пробирались по главной улице района Шауа, ведущей в верхнюю часть центра. Свердце города здесь спьется в другом риге. На старинные здания взгромозились новенькие сверкающие неоновые вывески, рекламные щиты, как полупьяный любовник и на изящный кожаный диван. Величественные древние дома в перемешку с элеповатыми современными кварталами. Просто голова кругом. Неоновую вывеску царь-клуба было видно за версту. На сияющем красном значке читалась реклама. Главное шоу сегодняшнего вечера — неповторимая Наташа. Хоп, он в таких местах никогда не радует. Я-то надеялся, что мы опоздаем на шоу. Нам бы тут лучше потихоньку, но с этой куриной тушей под боком это всегда нелегко. Как всегда, можно со всеми переговорить, я думаю, будет, да? Да, так вот он, этот известный царь-клуб. Скорее, печально известный Марти. Не для таких он, как мы с тобой. Это уж точно. Я бы не сказал, что здесь дичь не любят. Но хоть не нужно бояться, что тебя примут за детективариум. Очень смешно, Марти. Ну так что теперь будем делать? Найдем Наташу. Ту мадам, что мне это послание отправила, помнишь? Но сперва надо в клуб попасть. И, Марти, прошу тебя, не выделывайся там, как повина. Прошу прощения от имени всего глубоко уважаемого благородного сообщества приматов Клоуэля. Прекрати, Марти. Соберись и не забывай, зачем мы тут, понял? А как прикажешь, Орел. Ладно, хорошо. Кстати, Льюис, ну ладно, девушка есть. Вышибала. Может, пройдем сразу внутрь или с ним поговорим? Ну да, поговорим. Здорово, приятель. Джентльмены. Чем могу вам помочь этим чудесным прохладным вечером? Нас ждут в зоне для особых гостей. Прошу меня простить, но я что-то раньше вас здесь не видел, джентльмены. Могу я спросить? Ладно, довольно здоровяк, понятно. Я наизусть это все знаю. Так что нам сделать, чтобы пройти? Нет, ничего проще, сэр. Вы есть в списке? В списке? Ну так, эм… Ну уже вы забыли? Боюсь, что да, Марти. Извини, здоровяк, но я уверен, что у нас в списке на сегодня нет. Какая досада. Мне правда очень жаль, господа, но туда обойти вы не можете. Ага, ясно. Спасибо. Послушай, Льюис, видишь, вон того вышибало. Ну да, он выглядит сурово. Манеры у него безопречные, я правильно говорю? Да, в точку, но кажется, сегодня у нас в его списке нет. О-о-о, понимаю. А, я понял, понял, вы хотите войти, но вас не пускают. Да, что-то типа того. Что вы, что вы, что вы, да никаких проблем, идемте со мной, я с ним поговорю. Очень тебе обязан, дружище. Спасибо, кролик. Простите. Мои дела, какого черта с тобой творится, Марти? Что, я что-то не так сказал? Это было грубо, ладно, хорошо, ну пойдем поговорим. Сэр, как поживаете? Все в порядке, мистер Сэйн Уотер. Отлично. Послушайте, это пара птичеков, мои друзья. Они в списке, ладно? Естественно, сэр. Спасибо, мой мальчик. А вы? С вас причитаются, джентльмены. Спасибо, старый друг. Был рад вам помочь, как всегда. Ну ладно, мы можем войти. Я думал, что как-то посложнее будет. Нас накрыло джазом. Группы не было видно, но музыка сочилась в стен, как сигаретный дым и запах пролитого виски. За барной стойкой ряды причудливых бутылок были под стать гармоничным голосам, ображительной дам и звону хрустальных бокалов. Такие места пьяня, даже если раньше ни капли не принимал на грудь. Опасное место для таких, как я. И неважно, каким чужаком я здесь был, это было странным образом похоже на возвращение домой. Добро пожаловать к царю. Ну, вот мы и здесь. Твою ж нас сетку. Я самые милые места выбираю, а, дорогой? Я так понимаю, ты угощаешь, любимый? Даже не думай. А, ну и мужики пошли. Так мы здесь ищем мадам по имени Наташа. Что-то мне подсказывает, что нетрудно ее найти будет. Давай-ка, смешаемся с толпой и постараемся вести себя естественно. Забавно-то как, а? Хм, громила. Ладно, подожди. Нам нужно смешаться с толпой, да? Официант. Ладно. Ты кто ты? Эй, вон Филмар. Кто? Ах да, Филмар. Ведь так он сам себя называет, да? Ты его хорошо знаешь? Да, мы с ним несколько весьма опасных дел вели. В основном в Аверии. Задолго до Клоувилля. В другой месте и в другой жизни. Неплохо сказано. Прямо как в рекламе с обложки дешевого бульварного чтива. Ага. Только там все наоборот было. Но, привет сказать этой старой птичке стоит. Так а чё ж ты его сам-то не узнал? Ладно. Так-так. Неужто это великий детектив Марлоу? Иди в Клаков, Сонни. Ты знаешь, у меня теперь другое имя. Хорошо, мистер Топозат по имени Филмарлоу. И это говорит тот, кто попытался внедриться в мафию пуховых подушек под видом индейки. Было дело, мистер Индейком? Это давно было. Я был молод. А я держусь в своих принципах и в своих глупостях. Филмарлоу и точка. Не зли меня, пердун старый. Ладно, ладно, давай я взяла. Извини, я сегодня немного кудахнутый. Мне это знакомый приятель. Кстати, а чё вы здесь делаете? Вы тут не совсем с компанией сливаетесь. За старой доброй трёпкой, пожалуй. Это мы не сливаемся. Чувак, ты паршовый выглядишь. Будто сел на стол под напряжением. Даже не спрашивай. Именно так я себя и чувствую. Дело ведёшь? Пять футов, половина из них ноги. Английский голосок, всё как обычно. Тоже Наташа. Бог мой. А вы? Вроде того. Просто ещё точные цифры не выяснили. Некая мадам зовут Наташа, и она нас сюда позвала. Если не ошибаюсь, это заведение ей принадлежит. Ага, это её заведение, среди прочих. Ну, удачи, ребятки. Эта самочка... Известна. Лучше с такой шутки не шутить, если ты меня понимаешь. Что интересного знаешь? Забесплатно? Завязывай мозги клевать, Филмор. Ну ладно, только по старой дружбе. Найди меня, когда поговоришь с ней, иначе не поймёшь, что я тебе о ней расскажу. Не уходи до этого. А если так, ты сам всё понимаешь. Мы не знакомы, я буду отрицать факт нашего знакомства. Я понял. Я тоже рад тебя видеть, старый друг. Позже увидимся. Ну что, поговорим с ним? Давайте попробуем. Сделай лицо попроще, дружище. Нет, не может быть. Что ещё? Это же Оливия? Нет, Марти. Эй, я Оливия. Вы ко мне обращаетесь? Это же я. Марти Макцип. О, мой бог. Какой приятный сюрприз. Петушины-фараоны собственной персоной. Пернатые копы. Ну да, мистер Уэстлер. Можно и так сказать. Меня зовут... Сонни Фезерленд, конечно, конечно. Пернатые копы. А ваш напарник, его зовут... Марти Макцип, сэр. Я только секунду назад представлялся вашей спутницей. А, да. Я так рад вас видеть. Здравствуйте, мальчики. Ну так, чем мы обязаны на столь приятной встрече, джентльмены? А, так, мы... Мы просто мимо проходили и... Заткни фонтан, Марти. Мы здесь по поводу вашей ненаглядной Наташи. А, понимаю. Ничего такого. Обыкновенный шантаж. Но понимаете, жуткие угрозы, написанные на стенах кровавого красной краски и обычное дело. Вам все это должно быть знакомо. А, да, действительно. Это досадная история. Но я не знал, что Наташа наняла детектива, чтобы с такой мелочью разобраться. Но по правде сказать, понять вполне можно. Я бы сам это уладил, понимаете? Но я немного занят. У мистера Уэстлера вчера была встреча с генеральным прокурором Хамтра. И он немного устал. Просим нас извинить. С Уэстлером непросто. К сожалению, я мало не узнаю, поэтому придется сети расставлять. Не могу просто прижать его к смеге. Пока. Ну что, погнали. Как отреагировали, когда узнали о шантаже? Честно? Подумал, что это просто смешно. А сейчас? Сейчас мне даже любопытно. Но шантажом я бы это пока не называл. Там пустые угрозы, не были. Требований никаких нет. Ха, классно улыбается. Разумно. Спасибо. У вас все? Нет, не совсем. Прискорбно слышать. Почему вы просто не позвонили в полицию? Это ерунда. Чтобы он звонил в полицию, да? Вы, кажется, занятой зверь. Можно узнать, чем вы занимаетесь? Ничего интересного. Можно подробнее? У меня небольшая доля бизнеса по производству. Заменителя мяса. Если новые продукты пойдут хорошо, возможно, удастся облегчить вам работу. Вы имеете ввиду сократить хищничество в Клугле? Такие планы есть. Если вам интересно, поговорите с Оливией, моей ассистенткой. В отличие от меня, она знает свое дело. Благодарю. Пока это все. Так, ладно, немножечко плюс. То, что это не его заведение, мы тоже знаем. Коварный, недоверчивый, скрытный. Вы не слишком общительный, мистер Уэстлер? Хотя я слышал, любите поговорить. Послушайте, я с удовольствием и с кем угодно говорю о бизнесе, еще охотнее об искусстве, но допросы в ночь досуга не можем. Вот хоть при исполнении... Простите, если задел мистер Уэстлер. Давайте сменим тему. А, это плохо, Уэст. Уэстлер крепче, чем я думал. И скрытный. Лучше окольными тропами прибираться. Минус 10, ладно. Хм. Близки с Наташей. У Наташи в прошлом были похожие неприятности? Давайте это спросим. То есть, угрозы, шантаж, враги, безумные фанаты, художники, психопаты, может. Я не знаю насчет врагов, но она же знаменитость. Ярко-свяющая звезда. На ночном небосводе не Клоуэля, вы понимаете? Это может быть кто угодно. Я не стал бы близко к сердцу это принимать. Наташа так не кажется. Я заметил. Ладно, плюс 15. Ну, давайте так, окольными путями. Может, кто-то из фанатов. Кто-то, кого она отвергла, а он смириться не может? Почему нет? Дело обычное, разве нет? Обыкновенный мотив, так и есть. Есть соображение, кто это может быть? Генеральный прокурор Ханхара буквально одержим Наташей. Его стиль целовать ручку, дарить цветы и раскланиваться. Бросать кирпичи это не его почерк. Больше никто не приходит в голову. Точнее, никого конкретного не могу назвать. Так-то по городу. Понимаю. Ладно, еще чуть-чуть. Главарь мафии, лапочка-кошечка. Как вообще? Да, не, 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 подожди. В прошлом были подобные угрозы? Сразу в тело, да? Ну а здесь тупик, друг мой. Нет, никаких похожих угроз, хоть... Хотите верьте, хотите нет. Так, здесь и правда тупик похожий, значит задний ход и попробуй в обход. Ха, подлови. Ладно, ваше взяла. Наташа безума от рулетки. И всегда ставит все на красное, да? Да, ты насквозь прогнивший ублюдок, Соник. Хотя, да. Всегда на красное. Угадал. Ну как, можно с вашей дамой поговорить? Не вижу причин отказывать, но сначала прошу послушать ее, пей. Скоро она появится. Ну, в общем, точность фокуса 90% в принципе неплохо. То есть, можно было бы чуть-чуть получше, но мне да, показалось, что плохо идем. Но нет, неплохо, неплохо. Он очень старается сменить тему, когда речь заходит об угрозах. Он, очевидно, знает больше, чем хочет рассказать. Хорошо? Спасибо, что уделили время. Мы еще встретимся. Не сомневаюсь в этом, к сожалению. Давай по кофе, Оливия, или типа того. Ну, по старой дружбе. Рада встрече с вами, джентльмены. До свидания. Пожалуйста, займите места. Шоу скоро начнется. Ну, окей. Что это он так вдруг? Он же петушок. Ладно. Это было нечто необычное. О, это мило. Никто еще не делал мне такой необычный комплимент. Простите, меня зовут Сантино Фезерленд. Я так и подумала. Вы более-менее такой, как я представляла. Более-менее? Иногда менее, это более, мистер Фезерленд. Ты была бесподобна, дорогая. Как всегда. Можешь побыть милым, пушистиком и привезти мне коктейль? Разумеется. Ибн скоро вернется. У нас есть несколько минут, чтобы поговорить. А потом он прервет разговор и вышвырнет по собою. При всем уважении, мадам, от нас не так-то легко избавиться, поверьте. Многие пробовали. Это не важно. Он так и сделает. Вот поэтому я вас предупреждаю. Я не хочу скандала. Моя комната наверху. Встретимся там через 20 минут. Приходи один, Сони. Иначе заметь. Эй, я понял. В участке его называют Мартин на виду. Нет времени, мистер Фезерленд. Само собой, Наташа. Я приду к тебе в комнату. Три стука, короткая пауза, потом еще три. Буду ждать. Зеркало, картин. Подожди, это что? Вау. Ну и дела. Это нечто небывалое и весьма смелое. Должен признать, никогда еще не видел ничего подобного. Да, я должна признать, это было довольно смело. Я храни ее. У меня с ней связаны приятные воспоминания. Мой дорогой старый друг просто восхитительный художник. Классно он наметан, и это уж точно. Особенно с такой моделью. Это комплимент такой мадрес? Не знаю. Я не часто говорю комплименты, по крайней мере умышленно. Вы забавнее. Ладно. Да. А, прикольно. Хорошо. Ну ладно, давайте поговорим с ней. Как вы обычно пейте бурбон, мистер Фезерленд? Из стакана. Но благодарю вас, я уже принял пару порций перед приходом. Я чувствую, ночь обещает быть долгой. Надеюсь, вы не возражаетесь, если я себе сделаю. Я возражаю, если женщины не пьют в моем обществе. О, вы забавный. Да, мне говорили. А у вас симпатичная комната? Да. Послушайте, мистер Фезерленд. Просто Сонни. Так, намного короче. Хорошо, Сонни. Так, зачем я здесь? Знаете ли, мужчины в моем обществе заносят. Утомляет, наверное. Так и есть. Но ты не похож на того, кто будет ходить вокруг да около. Банально прозвучит, если я скажу, что это профессионально. Ужасно банально. Так что, можно приступать к неприятным вопросам? Я тебя позвала сюда, так делай то, что лучше всего умеешь. Неужели? Я думал, меня позволили, чтобы расследовать твое дело, но если предпочитаешь пить... А, с чувством юмору тебя в порядке, это обнадеживает. Только слегка в похмелье. А это бывает необыкновенно часто. О, прошу, давай опустим сцену, в которой ты алкоголик и бывший коп с разбитым сердцем Сонни. Я сомневаюсь, эта роль как раз для тебя, но я заметила, как ты изучила мою комнату. С первого шага здесь ты начал работать. И каждое мое слово откладывается в твоей голове. Я угадала? Это ты слишком ухватила, но да, как-то так. Ну что, Сонни, я вся твоя. Такое я не часто слышу. С радостью воспользуюсь. Ну ладно, хорошо, давай. Наташа уверенная женщина, на этом можно сыграть. Но надо осторожнее. Она сама опасность. Это было бесподобное выступление. Рада, что тебе понравилось. Ты здесь часто выступаешь? Ты хозяйка здесь? Если я правильно понимаю. К сожалению, нет времени. Но я все еще нужна сцена. И выступаю всего несколько раз в году. Всегда с новой песней. Вот, значит, откуда такой шум? У меня есть почитатели, если ты об этом... Да. Так. Картина на стене весьма смелая. Но вы же это обсуждали, конечно, с ней, но все же. Только если знает, сколько лет мне с ней. Думаю, тут я на скользкой дорожке. Ну, не стесняйся, спроси меня. Ну ладно, сколько тебе было? Ну понятно, правда. Поверил, что я скажу. А ты любишь поиграть, да? Жизнь? Что угодно, только не игра, детектив. Это ты мне рассказываешь? Плюс пять, ладно, нормально. Ты не думаешь, что угроза может быть одна? Это не так интересно. Что ты можешь мне рассказать про Ибну? Давайте не будем спрашивать про Ибну, потому что она сейчас действительно рассердится. Давайте угроза от почитателей, но это тупо. Но это тупо. Кто меня почитает, обычно меня боготворит. Нет, не думаю, что это один из них. Знаешь, суверинная душа дьявольски сложна. Иногда не так посмотрела или неласково ответила и готова. Восхищение стало ненавистью. Это из пальцев высосано. Если уж кто меня полюбил, ненавидеть не будет, мистер детектив. А, ясно. Ну, кстати, вот ее глаза, это же чуть ли не первое пятно цвета в этом игре. То есть, у нас до этого был красный, сейчас зеленый. Так, ладно. Зачем отправлять Дебору? Она милая девочка, но почему ты не пришла сама? Ну, потому что она не может. Хм. Нет, ладно, давай про Дебору спросим, остальное мне не нравится. Разве я об этом не спрашивал уже? Спрашивал, но я хочу узнать ответы каждого. Ясно, но с тех пор, как все началось, должна сказать, что я не с неохотой выхожу из дома. А когда выхожу, то не одна. Иббн Уэссерд сопровождение обеспечивает? Иббн мне все обеспечивает, почти все. Но этим я его тревожить не хотела. Он считает, что я слишком близко к сердцу, все принимаю. Где-то глубоко под этой атласной кожей скрывается истина. Сколько угодно Наташа может пытаться это скрывать, но неясно, что она напугана. Теперь пора сосредоточиться на том, что меня действительно интересует. Еще плюс пять. И что именно было в этих угрозах? Само послание, не угроза. Это просто слова. Но одно и то же слово, которое повторяется снова и снова, Звучит как угроза. Точно. Ну? Что, правда ничего на ум не приходит? Какое слово обычно используют для женщин, вроде меня? Приходит, да. Догадываюсь, какое. Шлюха. Кошечка язык откусила? Я ведь озвучил твои мысли, да? Это и было послание. Оно было напечатано на бумаге и нарисованности, не огромными красными буквами. Спасибо за откровенность. Ладно, плюс двадцать. Наташа загадочная женщина, но должен же я раскопать хоть одну из ее тайн? Хватит в игре играть. Пора выяснить, зачем я здесь. Ну, еще небольшой плюс, это хорошо. Хватит хватить вокруг да около, откуда ты знаешь, Молли? Я знаю, что ответить, но это все равно нелегко. Ты отлично знала, что если прометнет имя моей жены, я приду к тебе, и не важно, насколько мутное и подозрительное дело меня ждет. Я просто хочу знать. Ты просто манипулируешь, или тебе и правда некуда деваться? Я правда я знаю. Я не вру. Неужели? И откуда? Тоже медсестрой работала? Извини, но что-то не верится. Не будь таким грубияном и циником, Соня. Извини, но такого уж я, если кошачьими когтями впиваются мне в горло. Молли мой старый хороший друг. Она здесь ни при чем. Просто я знала, что без ее имени ты не придешь. Да, Наташа, тут ты не ошиблась. Я знала, ты благородная птица. Ты можешь мне помочь. И Тин Ки прославился. Давай только без этого, лезть тут не поможет. Послушай, прости. Я не должна была втягивать в это твою жену. Ты точно не должна была, но по правде сказать, не думаю, что она теперь моя жена. На бумаге да, но я несколько лет ее не видел. То есть он и детектив, то есть по-прежнему полицейский на бумаге, и по-прежнему на бумаге еще женат. Прикольно, ладно, хорошо. Прости, я не знала. Да, ну. Ладно, я знала. Я о тебе разузнала, прежде чем Дебору отправлять. Крять твою. Интриги закричивает за все больше. Ладно, плюс пять. Ха, ты меня завела с самого начала, да? Ладно. Играла со мной, в смысле? И я не собиралась. Я стрелянная птица Наташа. Я слишком много в такие игры играл и проигрывал достаточно. Так что? Ты просто уйдешь? Ты чертовски права. Не знаю, зачем мне это. Слушай, Сони, деньги не проблема. А, твой ненаглядно уже говорил, но к несчастью тратить все это бабло будет затруднительно, когда я сдохну. Сдохнешь? Не говори так. У тебя пушка? У меня? Конечно, у тебя Наташа. Она при тебе? Не сейчас. Позволь дать тебе совет. Постоянно держи ее при себе. Сумочку положи. Ты же не думаешь, что они, кто бы они ни были, будут на меня покушаться? Не будь наивной, Наташа. Ты прав. Буду носить ее с собой. Не хочу тебя пугать, но два шныряющих вокруг копа могут такое дело испортить. Даже если это всего два петуха. Могут такое дело испортить. Так ты будешь нырять? Спасибо, Соня. Может, со мной попадешь в еще большую беду. Поблагодаришь, когда все закончится. Ну? Опять же, так же, 90%. Где-то какой-то минус все-таки был. Ладно. Хорошо, давай дальше. Последнее, Соня. Да, Наташа. Прошу, приходи по адресу Родчестерс-337. В Флэр Тауне сегодня вечером. Я покажу кое-что весьма ценное для твоего расследования. Так и знал. Почему тогда? Почему не здесь и сейчас? А в меня кое-что прячу. Не рискну показать Ибну или кому-нибудь из его людей. А не слишком опасно иметь тайны от Ибна? Соня. Без тайны женщина становится обнаженной. Ммм... Знала, что ты поймешь. О да, я все понимаю. А что? Когда встречаемся? Ночь-то почти кончилась. Я там буду через час. Не приходите раньше и не опаздывайте. Послушай, Наташа. Знаешь... Пожалуйста. Это так важно для меня. Ладно, понял. Буду там. Спасибо. Новый предмет. До скорого, Наташа. До свидания, Соня. И новая подсказка. Ладно, можно выходить отсюда, да? Что там за новый предмет? Ключ. Ну? Ты что, не в машине должен был ждать? Чуть не повесил сосискуки Соня. А еще подумал, не случилось ли с тобой чего? Думал, Наташа не ожидаем сожрала, а? Кто ее знает, ты такой нежный и хрупкий. Я слишком стар для этого, Марти. Тогда в следующий раз предоставь опасных хищников мне? Я не про это, Марти. Я про тебя. А. Ладно, ладно. Эти имена? Все верховные псы. Может, они в карты вместе играют? Ну, конечно, похоже на то. Как бы то ни было, я выковырил этот список из кулака мертвеца. Кто-то выбросил его в лесу в нескольких километрах от резиденции Уэстлер. Должен был догадаться, что она с секретами. Секретами? Да, она сама и есть секрет. Спасибо, Филмар. Это может быть важно. А, не благодарите. Может, я только что передал вам ваш смертный приговор. О, благодарю вас, сэр. А, завалит лиф, Марти? Новое место. Братецкий участок? Или нет? Воскресный коттедж. Понял. За 20 лет работы детективом я уяснил одно правило. Если кто-то хочет встретиться ночью в отдаленном месте, нужно брать с собой армию подкрепления. Однажды мы с Марти сглупили и недоценили такую ситуацию. Впоследствии все еще выследуют нас. Однако все повторяется. Я вот-вот наступлю на что-то пугающее знакомое. Осталось всего одна тактика, как говорят старые псы. Спускай всех собак. Да ладно. Дебра. Она лежала на полу будто спит. Выглядела спокойной почти. Картину портала огромную ложу крови. Бедная и няжная Дебра. Наверное, это была слишком чистая и мина для этого города. В итоге его грязь утащила тебя на дно. Знаешь, никто не сможет держаться на плаву. На шпильках. Боже, перна ты, грязь. Да, это она, Дебра. Это она приходила ко мне в кабинет. Я понял, но что по-каку-дери произошло? Это Наташа нахлоп дело? А она это хотела увидеть? Да, она хотела тебе это показать. Нет, мне кажется, нет, Марти. Казалось, что девушка и дорога. А я ей верю. У Наташи даже нет мотива ее убивать. Она говорила о каком-то предмете. Возможно, убийце было нужно то же самое. А бедняжка его защищала. Думаешь, это на нее похоже? Она многим рисковала, даже когда просто пришла ко мне. Она бы пошла на такое ради своей хозяйки. Почему она голая? Было насиление? Наследов нет. Она выглядит нетронутой. Может, она знала убийцу? Я помню. Прохожа на умышленное убийство. Послания появлялись в странных местах, но это... Это новый уровень. Пустые угрозы закончились. Возможно, Наташи сейчас едет сюда. А вдруг с ней тоже что-то случилось? Может, ее похитили или не хуже того? Все возможно. Нельзя медлить. У нас нет времени на догадки. Обыщи дом. Смотри везде. В комнате порядок, значит, преступник не искал то, что нужно нам. Или наверняка знал, где искать. Погоди. А что мы вообще ищем? Понятия не имею, но это что-то важное. Такие вещи сразу бросают в глаза. Именно так. Ну что ж. И вот на этом мы сегодняшний выпуск с вами завершим. Вот это на самом деле поворот, так поворот. Мне прям безумно интересно узнать, что с ней случилось. И вам предстоит узнавать это самим. Естественно, может быть, вы это сделаете в чьих-то прохождениях. Но я вам рекомендую купить игру Бага. Она действительно дешевая. И я же говорил, она классная. Она прям пропитана вот этим нуаром. Вот этим вот джазом. Очень стильно, очень хорошо сделано. И, естественно, очень неплохой сюжет. И обещает быть очень интересной игрой. На этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Ссылка на игру в описании под видео. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте про конкурс. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске.